Урок мужества провели поисковики подмосковных отрядов в структурном подразделении областного филиала Московского университета МВД России имени Кикотя, поселок Пионерский. Сегодня мы рассказывали о том, чем занимается поисковое движение, для чего мы все это делаем, какие у нас цели, чтобы не забывать, чтобы помнить, потому что для нас война еще не окончена. Отряд «Сотник» из Рузы выступил организатором встречи, но к ней присоединились и другие поисковые организации Подмосковья. Отряд «Исток» из Мытища, «Сток» из города Фрязино, «Зеленоград» 41-й километр, «Воин», а также Волоколамский военно-патриотический клуб «Панфиловец». Здесь собрались лучшие люди поисковых отрядов Московской области, которые показывают свой труд, который не проводит свободное время, выходные дни. Для чего? Для того, чтобы поднять тех солдат, которые до сих пор не захоронены. Ведь, как сказал один из великих полководцев Суворов, пока не захоронены последние солдаты, война не закончилась. Результат работы поисковых отрядов отлично демонстрирует выставка. Поисковики привезли с собой десятки экспонатов оружия, архивные документы, медальоны, личные вещи бойцов и обмундирования. Я одет в форму офицера Красной Армии 1941 года. Звание майора, в котором наша Красная Армия встретила врага на наших границах. Вот это две нашивки за ранения. Красное легкое ранение, желтое, золотое тяжелое ранение. Почему у меня две? Потому что мой дед, фронтовик, был командиром передового отряда подольских курсантов, был тяжело ранен, стал инвалидом. Это орден тоже его, полученный в 1944 году. Большую часть представленных на выставке экспонатов найдены в Московской области, в том числе на Истринской земле. В целом подмосковные поисковики ведут работы не только в своем регионе, но также выезжают в Тверь, Калугу, Смоленск, Ленинградскую и Псковскую области. Основная наша деятельность это, конечно, поиск незахороненных бойцов, но это все косвенный признак поиска. То есть надо понимать, что война поглотила очень много железа, и это все еще лежит в земле. Это надо поднимать и показывать. Историю нельзя забывать. Это вот такой вот экспонат очень тяжелый. Можно представить, что это было с человеком, у которого был этот, то, что можно было назвать когда-то наганом. Ну, у нас предположение, что во время взрыва боекомплекта в бронемашине ему просто выкинуло. Это листовки, которые раскидывали немцы с помощью агитационных снарядов. Это был найден снаряд, не разорвавшийся. Здесь агитация для того, чтобы наши бойцы сдавались в плен. Это сам пропуск. Деятельность поисковых отрядов – это не только полевые выезды, но и огромная работа с документами. Любые раскопки начинаются с поиска исходных данных. Работа проводится еще до вахты, именно архивниками. То есть люди, которые работают в архиве, узнают про это место, где будет происходить экспедиция. Кроме этого, в архивы нередко обращаются люди с целью найти информацию о родственниках. Здесь у меня есть карточка Сталинградский район, то есть поселок Волновах, где сейчас идут бои в Донецке. То есть когда-то там был призван, но умер в концлагере. Сергей Иванурин – один из тех, кто стоял у истоков развития поискового движения в нашей стране. В те годы он искал родственника, брата-бабушки. Благодаря товарищам, которые на тот момент уже были увлечены поиском, это был конец 80-х, информацию о солдате удалось найти. Оказалось, что он воевал на индийских рубежах, был ранен. В итоге они были в плену деревни Кудиново в Калужской области. Их сожгли 375 человек в свинарнике. Ну да, такая страшная история. Но на монументе в Кудиново его фамилия выбита. Сейчас поисковики активно привлекают молодежь в свои ряды. Война унесла миллионы жизней. Поднимать бойцов из земли будет еще не одно поколение. Однако старейшины движения предупреждают. Для того, чтобы заниматься поиском, требуется особая подготовка. Человеку нужно обучить, как здесь было сказано, туристические навыки, как правильно, извините, даже спать в спальнике, как правильно поставить палатку, как приготовить пищу, медицинские навыки. Потому что не дай бог, что если с тобой что-то случится, больница далеко. Ты можешь опираться только над человека, который рядом с тобой. Сегодня много слов было сказано о поисковой дружбе. На сегодняшний день в России больше тысячи отрядов, в которых принимают участие десятки тысяч человек. В любом регионе страны у поисковика найдется товарищ. Я могу сейчас практически в любой город России приехать, мне гостиница не нужна, я у друзей остановлюсь. Потом это все дружно переписываются, перезваниваются, встречаются. И это все остается на года. То есть поисковая дружба, она очень крепкая. Поэтому мы с разных отрядов одружим и разного возраста. Поисковики – это большая семья, в которой делается одно большое дело – поиск. И мы, наверное, максимально пытаемся вернуть всех тех, кто еще не пришел домой. Уроки мужества регулярно проходят в Подмосковье, в том числе на территории городского округа Истра. Следующая встреча поисковых отрядов с молодежью состоится в конце февраля в Истринском филиале Красногорского колледжа. Полина Громова, Михаил Моралов, Истра РАФ. Продолжение следует...